В очередной раз конференц-зал Городской Думы был полон. Обсуждался проект договора об управлении жилыми домами. А это тот вопрос, который волнует практически каждого. Смысл документа прост. Жильцы каждого дома должны наконец заключить договор с управляющей организацией и четко обозначить, какие работы поручают провести. Ведь были примеры, когда без ведома жильцов вокруг домов меняли бетонную отмостку. Теперь таких случаев, когда ради заработка определенных фирм жильцам навязывают ненужную работу, быть не должно. До сих пор предприятие работало таким образом, что оно само навязывало те или иные работы, и жители должны были их оплатить. То с заключением договора на управление и на обхозяйственное жилого дома, конкретного жилого дома, предприятию жилищно-коммунального хозяйства придется выполнять только те задачи, которые перед ними поставят жители города. Кстати, впервые документ предоставлялся всем желающим на латышском и русском языках. Об этом участники собрания отзывались с одобрением. Однако высказывались и замечания. Опубликован проект договора был всего за день до собрания, и все смогли с ним ознакомиться. Собрали нас на совещание, а договоров у нас еще нет, если они поступили только вчера. Некоторым показалось, что вместо старших по дому будут назначать представителя по ЖКХ, который и будет решать все вопросы. На самом деле полномочия жильцов даже расширяются. Все решает совет дома во главе с председателем. То есть старший по дому становится председателем совета. По договору именно он должен принимать от исполнителей все работы. Еще одно важное новшество. Плата за обслуживание будет устанавливаться по каждому дому отдельно. Это тоже логично. Одно дело дом, который уже реновирован, и там ничего не нужно делать. Другое дело здание, где все трубы износились, где нужно латать и чинить. Очень важно сейчас привести в порядок базу, которая есть по ЖКХ, потому что я посмотрел штатное расписание, очень много, на мой взгляд, руководящего состава. Надо все-таки решать вопрос, чтобы больше было обслуживающего персонала, которые могли бы реально и качественно обслуживать население. Собрание проходило бурно. Было высказано много претензий к работе по ЖКХ. Но в конечном итоге задача и у самоправления, и у горошан общая – улучшить состояние жилого фонда, обеспечить его сохранность. Хотелось, чтобы по ЖКХ работало в первую очередь качественно и без тысячных обращений к ним, чтобы они видели в первую очередь сами то, что необходимо дому. Еще очень хочется понижения тарифов, потому что я считаю, я думаю, многие так считают, что тарифы все-таки завышены. На следующей неделе начнутся собрания жильцов дома. А затем решено снова встретиться и обсудить, как улучшить работу предприятия жилищно-коммунального хозяйства.